На трибунах шумно, а все потому, что на льду Чукалинского дворца спорта кипят нешуточные страсти. За третье место первенства по хоккею среди дворовых команд «Томский Орлята» местные лисы сражаются с Любинским колосом. За путевку в финальный этап турнира боролись около полутора тысяч мальчишек из 32 районов Омской области. А это ни много ни мало, больше сотни команд. К первому зональному этапу, который в этом году еще в начале января принимал «Черлак», претендентов на медали стало значительно меньше. Ледовые баталии омских орлят, подобный плей-офф КХЛ, длились два с половиной месяца. По итогам сезона 2021-2022 в финал прошли хоккеисты из Любинского, Тюкалинского, Знаменского, Москаленского, Черлакского, Калачинского, Омского районов и Омска. Хозяева льда лисы за всю историю турнира не раз уже выходили в финал. Этот год не исключение. Со счетом 3-1 хоккеистам удалось обыграть соперника в поединке за третье место и получить свои заслуженные награды. Я работаю здесь пятый год. Мы проводим третий финал «Орлят». Шастину Евгению Евгеньевичу спасибо большое, что он организует это. Это правда, для детей это очень хороший праздник. Не только для нас, а для детей. Мы стремимся выиграть, попасть в финал. Просто играли в свою игру, как умеем. Ну и вот получился счет 4-1. Было очень сложно в последнем матче. Но мы старались все, как могли. Но в итоге не одержали мы, конечно, победу. Первый матч мы тоже проиграли, но второй мы уже выиграли. И самое лучшее было впечатление от того, что мы выиграли второй матч против Калачинского и вышли хотя бы в четвертую лучшую. Лед плавился от страстей, которые кипели во время финального матча. За победу сражались чемпионы 2019 года команда «Север» Знаменского района и победители омских «Орлят» прошлого года «Черлакская юность». Финальная встреча сезона 2021-2022 завершилась в пользу юности. Кубок остается в черлаке. Два года подряд мы чемпионы омских «Орлят». Это ребята достойно. Настолько достойно, что вы не справляете, какой-то труд они выполняют зимой и летом. Поэтому они, наверное, чемпионы. Гостей на празднике дворового хоккея было много. С трибун за ледовыми баталиями наблюдали губернатор Омской области Александр Бурков, сенатор, герой России Дмитрий Перминов, депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, министр по делам молодежи физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц, его первый заместитель Иван Колесник и, конечно же, инициатор омских «Орлят», заслуженный тренер России по хоккею и советник губернатора Евгений Шастин. Я хочу благодарить всем, что и на участие помогает, и на любви, и на любви, и на любви, и на любви. Большое спасибо. Но мне нравится, что я говорю, что я говорю, что я говорю. Будьте сели, всегда. Изюминкой спортивного праздника стал уже традиционный голоматч. В поединке за кубок губернатора сошлись две команды. Север, в составе которой налет высшие хоккеисты из Тюкалинского, Любинского, Знаменского и Москалинского районов. И южная дружина. Ее представители – Черлак, Калачинск, Омск и Омский район. В качестве разминки ребята приняли участие в конкурсах «Булиты», «Паровозик» и «Биатлон». Старт товарищеской встречи дали Александр Бурков и Ирина Роднина. За счет победы в эстафетах команда «Юга» сразу повела в счете 1-0. Но в итоге со счетом 4-3 победу одержала северная дружина, которая и получила из рук губернатора красивый кубок. Ребята, которые играют из футбол на футболе, будьте уверены в том, что ваша игра, ваша любовь в субботу, ваша спортивная злоба – одна масса в дальнейшей жизни. Возможность продвигаться вперед и достигать основных результатов. Вот это много главных заделок, которые вы сегодня лопающие в своей жизни. Теперь не будем работать, не будем служить. В армии, в полиции, работали вы в управленческой структуре, в бизнесе. Все, что вы сегодня приобретаете на льду, вам завтра это будет. В этом, ребята, я желаю вам в первую очередь спортивного света, ваших личных достижений и просветания нашей любимой Омской области и российской генерации. Красочная была торжественная церемония закрытия областного первенства Омские Орлята. Почетные гости поздравили победителей и призеров турнира, вручили им заслуженные награды и новые плюшки.